Всем привет! С вами Руслан, компания Trialink. Продолжаем разговор про экосистему TP-Link Amado. Сегодня на нашем столе для препарирования заготовлены три флагманские точки доступа EAP245 аппаратной версии V3, EAP225 также V3 и EAP225 Alldor. Почему эти три точки доступа мы решили выделить в отдельный, так сказать, обзор. У них много общего. Все они вышли в конце 2018 года, то есть это самые свежие точки доступа в модельном ряду. Все они поддерживают подлинный бесшовный роуминг в соответствии со стандартами 802.11KV, то есть могут применяться в сценариях, где требуется бесшовная связь для мультимедиа приложений, для передачи голоса, видео. Давайте сразу же обозначим различия, чем отличаются эти точки доступа друг от друга и перейдем к их более подробному рассмотрению. EAP245. Она поддерживает мульти-юзер MIMO 3х3 в обоих диапазонах 2.4 и 5 ГГц. И она оснащена двумя портами Ethernet, первый из которых поддерживает PoE, а второй может использоваться для подключения какого-то дополнительного сетевого устройства. То есть в ней встроен микроскопический двухпортовый свитч. EAP225. В ней поддерживается мульти-юзер MIMO 3х3 в 2.4 ГГц, но в пятерке только 2х2. И в ней также всего один порт Ethernet. Что касается EAP225, EAP225 Outdoor, то все понятно из ее названия. Она предназначена для эксплуатации на улице, выдерживает весьма широкий диапазон температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 70 градусов по Цельсию. При этом ее антенны вынесены наружу. Чуть попозже мы ее откроем и посмотрим. Чем замечательна серия EAP от TP-Link? Во-первых, как я говорил выше, она поддерживает подлинно бесшовный роуминг в соответствии со стандартами. Среди конкурентов TP-Link в этом ценовом диапазоне никто этим похвастаться пока не может. Во-вторых, все эти три точки доступа умеют работать в обоих диапазонах одновременно и в 2.4 и в 5 ГГц. То есть обеспечивают самую широкую совместимость с беспроводными клиентами. К ним можно подключить самые старинные смартфоны или ноутбуки и также самые суперсовременные аппараты типа новых айпадов, айфонов, макбуков, последних моделей Samsung, полностью раскрыв их потенциал в радиочасти. В-третьих, все они поддерживают полный набор современных Wi-Fi технологий, так необходимых для, опять же, современных инсталляций. Поддерживается Beamforming, поддерживается Band Steering, Band Balancing, Airtime Fairness, Quality of Service, в том числе поддерживается WMM, то есть, опять же, приоритизация мультимедиаприложения, мультимедиатрафику, протоколом передачи мультимедиаданных. Что очень важно, они поддерживают авторизацию с помощью кастомизируемого Captive портала, на котором можно осуществлять аутентификацию и авторизацию пользователей по SMS, по профилям социальных сетей, по ваучерам временного доступа, тем самым обеспечивая соблюдение российского законодательства. Точки доступа TP-Link Amada могут управляться контроллером аппаратным OC200, пока единственным в модельном ряду, или программным, установленным на Windows или Linux платформы, а также могут работать в режиме стендалон. Каждый из этих точек доступа обладает передатчиком мощности 20 дБ, то есть, максимально допустимым, согласно российскому законодательству. Также все эти точки доступа сертифицированы для использования в России, то есть, они обладают сертификатом средства связи, соответствием ГОСТов, таможенному союзу и прочим российским нормам и законам, благодаря чему их можно использовать на предприятиях государственного сектора, в том числе оборонных предприятий. Давайте приступим к их извлечению из коробок, посмотрим, как они выглядят, посмотрим, что входит в комплект их поставок. Начнем со старшей, 245. Все они поставляются в красивых глянцевых коробочках, затянутые в пленку. Сейчас мы ее порежем и достанем. Итак, внутри коробки достаточно толстенький Installation Guide, вот он такой в толщину, очень подробный на нескольких языках, в том числе на русском. Достаточно тоненький и компактный гарантийный талон. Кабель питания в модном беленьком Эплевском цвете. Поэ инжектор, там же в пакетике прячутся винты и дюбели для его установки на стену. Еще комплект винтов и дюбелей, это уже для монтажа самой точки доступа. Шайбы и винты, опять же, имеющие свое предназначение закрепить точку доступа на стене или на потолке. Текст лицензии GPL. Небольшой Quick Installation Guide. Ответная часть, с помощью которой точка доступа устанавливается на потолок типа Armstrong. И непосредственно сама точка доступа в таком матово-белом модном пакете. И вот как она выглядит. Как говорит сам TP-Link, это дизайн в стиле потолочной лампы. Ну, в принципе, если не придираться, то, наверное, плюс-минус так потолочная лампа и выглядит. Точка доступа достаточно компактная. Она относительно не толстая. У нее правильным образом сделаны кабельные вводы, то есть при ее установке что на стену, что на потолок, кабель можно аккуратно спрятать. Здесь также есть светодиодный индикатор. Он, естественно, отключается, то есть если вы будете устанавливать ее, скажем, дома, она не будет светить всю ночь вам с потолка. Индикатор выключаемый. На ее лицевой части аккуратно и неброско нанесен логотип, а на задней части, то, о чем мы с вами раньше говорили, два порта Ethernet. Ethernet 1 с поддержкой POE IN, Ethernet 2. Также здесь есть кнопка reset. У точки доступа нет разъема для питания от стандартного блока питания, то есть она поддерживает только POE. Следующая YAP 225. Также красивая стильная коробочка, затянутая во пленку. Внутри плюс-минус без сюрпризов. Также installation guide. Гарантийный талон. Сразу все документы достанем. Текст лицензии GPL. Quick installation guide. И такой небольшой рекламный буклетик Business Wi-Fi Solutions. Здесь есть сравнение точек доступа, табличка сравнения. И также небольшая сводная табличка по POE аккумутаторам, который выпускает TP-Link. Блок питания в радикально белом цвете. Также тут есть винты и дюбели для установки блока питания на стену для монтажа. Моднейший кабель питания белого цвета. Моднейшие крепления для точки доступа. Не менее моднейшая ответная часть, с помощью которой точка доступа устанавливается на потолок. И внутри белого моднейшего матового пакетика сама точка доступа. Давайте я сразу же возьму 245-ю во вторую руку, чтобы посмотреть. Они визуально ничем не отличаются. Разницу можно увидеть только заглянув им, так сказать, почти в трусы. На их исподнюю часть в ЯП-225 всего один порт Ethernet. Собственно все. Вот и вся визуальная разница. И последнее в нашем сегодняшнем обзоре точка доступа. ЯП-225 Outdoor. Итак, тут тоже есть небольшой такой буклет про Wi-Fi и Ethernet решения. TP-Link. Текст лицензии GPL. Компактный Quick-Start Guide. Гарантийный талон. И толстенький Installation Guide. Также тут содержится в белом цвете POE-инжектор. Винты и дюбели. Защёлка. Кабель питания. Комплект хомутов. Две такие симпатичные Wi-Fi антенки. И сама точка доступа. Такая вот маленькая, компактная, очень симпатичная и стильная. В современном вполне дизайне. Покажу, как она будет выглядеть с установленными в неё антеннами. Вот такая. Здесь есть задвижка, которая обнажает доступ к порту Ethernet. Он также поддерживает POE 802.3 AF-AT. Под задвижкой прячутся серийные номера и штрих-коды. Кабельный ввод здесь тоже очень аккуратный. К сожалению, он сделан без гермозащиты. Но с учётом того, что, как правило, эта точка доступа вешается вертикально направленно вниз. Этим вводом вода туда не попадает. Итак, вот она полностью флагманская серия TP-Link Amado передо мной. Теперь к самому интересному, к статистике эксплуатации, к некому нашему опыту использования данных решений обратимся. Мы в 2018-2019 году осуществили около 40 инсталляций решений на базе TP-Link Amado. Что нам понравилось? Во-первых, все эти точки доступа управляются Amado-контроллером, который также есть в аппаратном исполнении, что очень удобно. не требует использования отдельного компьютера. Сам Amado-контроллер интуитивно понятен. Управление им осуществляется крайне очевидным образом. Даже неопытный Wi-Fi-инженер может разобраться с ним буквально за несколько минут. Обеспечиваемая точками доступа скорость передачи данных высокая по сравнению с конкурентами. Не будем этого стесняться. Эта серия существует как конкурент точкам доступа и решениям от Ubiquiti серии Unify. Так вот, наш опыт эксплуатации показал, что TP-Link точки доступа работают A стабильнее, B быстрее. То есть в среднем прямой соперник точки доступа Unify-C Pro это YAP245v3. Она показывает производительность приблизительно на 20% выше, чем конкурент. Конкурентом точки доступа Unify-AC Lite является YAP225v3. Опять же та же картина. Примерно 10-20% более высокая производительность. Ну и точка доступа AC Mesh-AP серии Unify. Вот ее конкурентка. Чем выделяется TP-Link на фоне конкурентов? Во-первых, наши практические тесты показывают, что он приблизительно 10-20% производительнее. Что еще очень важно. На TP-Link, ну как бы это не смешно звучало, но тем не менее можно реализовать некоторые сценарии, похожие на High Density. Скажем, перед Новым годом мы проводили два мероприятия на базе этих точек доступа на 245-х. И на них весьма легко обслуживается до 100 беспроводных клиентов без существенного падения производительности, без зависаний, затупов, выключений и прочих неприятностей. Конечно, это еще не Rukus, но тем не менее с помощью данных точек доступа можно планировать какие-то относительно тяжелые сети Wi-Fi, которые обслуживают одновременно несколько сотен беспроводных клиентов. Правда, их надо будет балансировать по нескольким точкам доступа. Самое приятное – цены. Эти точки доступа действительно недорого стоят. В частности, аутдорная точка доступа в розницу стоит около 100 долларов, 225-я – 130, 245-я – 160. И это позволяет конкурировать данным точкам доступа с самым бюджетным сегментом рынка, а при том, что у TP-Link в России действует официальное представительство, официальная техподдержка, официальная трехлетняя гарантия и, опять же, наши практические тесты, показавшие ее более высокую производительность среди конкурентов, мы считаем, что это лучшее, что есть в бюджетном сегменте на рынке на сегодняшний день. Чуть позже мы обязательно покажем вам монтаж данных точек доступа и их тестирование. Сейчас спасибо за внимание. Всем пока.